Всем привет! Я Анна Оськина и сегодня покажу как сделать миниатюрную плиту для кукольного домика. Поэтому оставайтесь со мной. Для работы я вырезала шаблон из плотного картона. Размеры этого шаблона вы сейчас видите на своих экранах. Также я размещу его в своей группе вконтакте. Ссылку оставлю в описании под видео. Этот шаблон из картона это основа, заготовка плиты. Сейчас я не до конца прорезаю линии этого шаблона, чтобы загнуть заготовку и сложить ее. По центру вырезаю отверстие. Это будущая духовка. В работе я использую канцелярский нож и металлическую линейку, которую нельзя прорезать. Высота моей плиты будет 7 сантиметров, а длина ширина 5 на 5 сантиметров. Заворачиваю детали шаблона, чтобы они были согнутые. Но пока не собираю. Сейчас необходимо оформить внутреннюю часть. Сделать духовку. Вырезаю стенки будущей духовки по отдельности. Глубина духовки 4 сантиметра. А размеры стеночек смотрю по размерам вырезанного портала. На боковых стеночках, размер которых 4 на 4 сантиметра, рисую 3 линии шагом в 1 сантиметр. Из картона вырезаю полоски шириной примерно 1,5-2 миллиметра. И эти полосочки наклеиваю под только что начерченным линиям. И приклеиваю боковые стеночки духовки к внутренней стороне плиты. После чего приклеиваю верхнюю и нижнюю стеночки духовки. Ну и чтобы сделать заднюю стенку, накрываю все это кусочком картона. И плотненько приклеиваю его. И после этого можно собирать плиту. Смазываю клеем стороны. Приклеиваю и чтобы они не отклеивались, закрепляю место склеивания бумажным скотчем. Который потом, когда все приклеится, можно будет просто убрать и все будет замечательно. Точно таким же образом заклеиваю верхнюю часть плиты и закрепляю бумажным скотчем. После чего жду, когда клей схватится, засохнет и убираю бумажный скотч. Но бока, края от плотного картона получились не такие ровные, как хотелось бы. Поэтому их можно и нужно чем-нибудь замазать. Для этого я беру текстурную пасту. И моделирующим инструментом аккуратненько замазываю все неровности и все швы. После чего жду, когда текстурная паста полностью высохнет. И аккуратненько сошлифовываю уже неровности текстурной пасты, если вдруг они получились. Чтобы все края были идеально ровные, чтобы получилась очень гладкая, ровная, аккуратная заготовочка плиты. После шлифовки кисточкой убираю всю пыль. И вот такая аккуратная, классная основа для будущей плиты получается. Ну а дальше переходим к лепке деталей из полимерной глины. И я беру свою любимую полимерную глину FIMO. Белого, черного и серебряного цветов. Катая черную колбаску, беру иглу и вдавливаю иглу в эту колбаску. Аккуратно подравниваю по поверхности, чтобы игла оказалась внутри. Это будущий элемент крепления дверцы духовки. Раскатываю пласт черного цвета толщиной примерно 2 мм. Подравниваю его по шаблону плиты. И делаю высоту 4,5 см. Это дверца духовки. По центру дверцы нужно сделать отверстие. Делаю засечки по 1 см. И вырезаю аккуратненько отверстие. Дверцу и крепление отправляю запекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. А после выпекания нужно аккуратно вытащить иголку. И пока откладываем сзади в сторону. Раскатываю пласт белого цвета толщиной примерно 2 мм. И вырезаю по шаблону плиты. Вырезаю две полоски шириной 1 см. Дальше раскатываю пласт толщиной примерно 1 мм. Вырезаю по верхней стороне шаблона плиты. Затем от каждого края полученного квадрата отрезаю по 2 мм. И вырезаю внутри отверстие. Чтобы получился бортик шириной где-то 2 мм. Можно на этом же этапе немножко закруглить края. Чтобы смотрелось интереснее. И эти детали также отправляю выпекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. Делаю противень. Вырезаю из плотного картона заготовку необходимого размера. Заготовка должна быть чуть меньше размера духовки. Раскатываю пласт черного цвета толщиной примерно 1 мм. Либо можно чуть потоньше. И накрываю пластом картонную заготовку. Аккуратно зубочисткой подравниваю края. Сглаживаю края. Получается полимерная глина обтягивает картонную заготовку. По краю обрезаю все лишнее. И в таком виде деталь вместе с картонной заготовкой отправляю выпекаться. После выпекания убираю картон. И у меня получается аккуратный противень. Который помещается в будущую духовку. Чтобы он смотрелся красивее, декоративнее можно немножечко закруглить края пилочкой для ногтей. Делаем комфорки. Отрезаю несколько разных кусочков черного цвета. Из каждого кусочка катаю шарик. Кладу шарики на рабочую поверхность. Накрываю их кусочком плотного картона. И придавливаю. Таким образом высота получится у всех этих лепешечек одинаковая. А вот размер разный, что нам и нужно. Ведь очень часто на плитах комфорки бывают разного размера. Для разных кастрюлек. Катаю тоненькую колбаску серебряного цвета. И заворачиваю эту колбаску по контуру черного блинчика. Иголочкой делаю небольшие засечки на этой серебряной окантовке. Таким образом делаю все 4 комфорки и отправляю их выпекаться. От колбаски серебряного цвета отрезаю несколько одинаковых частей. Это будущие ручки регулировки огня. Катаю все эти детали в шарики и расплющиваю на рабочей поверхности. Это можно сделать моделирующим инструментом. От пласта черного цвета толщиной примерно 1 миллиметр вырезаю полоску. И от этой полоски нарезаю еще маленькие полосочки. Эти полосочки размещаю на ручке регулирования огня. И аккуратненько придавливаю и приклеиваю к ним. После чего ручки отправляю выпекаться. Раскатываю пласт серебряного цвета толщиной примерно 1 миллиметр. Отрезаю от него полоску шириной примерно миллиметра 3. Беру кусочек плотного картона шириной 4 сантиметра. И накладываю эту полоску на картон. Придавливая по краям. Это будет ручка для духовки. Аккуратно отрезаю по бокам. И отправляю ручку выпекаться. Теперь делаем решетку для плиты. Я вырезала две картонные заготовки по размеру плиты. И нарезала полоски из пласта толщиной 1 миллиметр. Из этих полосок я делаю окантовку решетки. То есть я закрепляю эту полоску вокруг моих картонных заготовок. Затем когда я сделала окантовку решетки. Катаю тонкие черные колбаски. И из этих колбасок уже делаю сам узор решетки. Узор решетки может быть любой. Потому что они бывают совершенно разные. Бывают полосками, бывают закругленные. Бывают всякие-всякие. И аккуратно, постепенно выкладываю узор решетки. Вот такая решетка у меня в результате получается. После чего отправляю ее выпекаться. А после выпекания снимаю с картонных заготовок. И решетка готова. Итак, все детали готовы, запечены. И можно собирать их единое целое. Также я подготовила кусочек плотной пленки. И вырезала ее по размеру отверстия в дверце духовки. Первым делом как раз таки и приклеиваю эту плотную пленку к дверце духовки с обратной стороны. Такую пленку можно приобрести в художественном магазине. Но также можно вырезать из плотной папки для хранения документов. Теперь приделываю элемент крепления к дверце духовки. Для этого я подравниваю ту круглую штучку, которую мы делали на иголке. И по краям от этой трубочки отрезаю две детали. Длиной примерно 7 миллиметров. Дальше понадобятся штифты-гвоздики. Которые я вставляю в трубочки с двух сторон. Маленькие детали, которые мы отрезали по краям, приклеиваются к дверце духовки. Центральная часть не приклеивается к дверце. А центральная часть будет приклеена к плите. Таким образом дверца будет открываться и закрываться. Вот такое вот простое крепление. Но перед этим необходимо покрасить плиту. Духовку изнутри я крашу черной акриловой краской. Вот так у меня в результате получается. От отверстия духовки по краям необходимо закрасить примерно на 2 миллиметра. И чтобы аккуратно закрашивать, я использую малярный бумажный скотч. Наклеиваю полоски, аккуратно крашу. После того как краска высохнет, удаляю скотч и получается очень аккуратно окрашенное отверстие. Дальше приклеиваю сверху деталь белого цвета. Это бортик на плите. Дальше приклеиваю дверцу духовки. Как вы помните, приклеить нужно только центральную часть элемента крепления. Внизу на черную полоску, которую только что покрасила акриловой краской. И которая уже конечно же высохла. Теперь беру белые панели шириной в 1 сантиметр. И аккуратненько подпиливаю их по краям, чтобы они получились закругленными. Протираю их влажными салфетками, чтобы не было пыли. И приклеиваю их снизу и сверху дверцы. После чего всю плиту, естественно кроме того, что мы покрасили черным цветом. Нужно покрыть белой акриловой краской. Для того, чтобы цвет был равномерный, чтобы все было одинаковым. Это даст конечно же еще дополнительную гладкость, глянцевый блеск поверхности. Лучше всего нанести краску в несколько слоев. Чтобы слой действительно получился плотным, толстым, твердым. Краску можно наносить кисточкой. Но от кисточки могут оставаться разводы. Поэтому можно наносить еще и кусочком губки. Берете самую обычную губку, отрезаете кусочек. Наносите на губку краску, либо макаете губку в краску. И аккуратненько проштамповываете поверхность. Только следите, чтобы не закрасить черные детали. Но для аккуратности их можно закрыть малярным скотчем. И конечно же после этого нужно дождаться, когда краска полностью просохнет. Когда она перестанет липнуть. У меня на это ушло целые сутки. Чтобы внутренняя часть дверцы духовки смотрелась аккуратнее. И чтобы не было видно клея, которым мы приклеили стекло. Необходимо покрасить его по краям черной краской. Чтобы это сделать было аккуратнее, я использую малярный скотч. Я наклеиваю, крашу акриловой краской. Когда она сохнет, скотч убираю. Зачем наклеиваю по краям с других сторон. И точно так же прокрашиваю. Убираю скотч и получается красивая дверца со всех сторон. Посмотрите, как у меня получилось. И финальные штрихи. Необходимо приклеить все декоративные детали. Это ручки, комфорки, ручки регулировки огня. И я это все аккуратненько приклеиваю на супер клей. Только не приклеиваю решетки. Они остаются разъемные. И когда все готово, финалом станет покрытие лаком. Я покрываю всю плиту глянцевым лаком. Покрываю решетки, покрываю конфорки. Покрываю всю поверхность всей плиты. Внутри и снаружи. Для того, чтобы она была более гладкая, более глянцевая. И выглядела более законченной. И теперь нужно дождаться, когда лак высохнет. И после того, как лак высох, посмотрите, какая классная плита получилась. Я уже очень давно хотела сделать плиту. Но все время боялась. Все-таки это достаточно крупная работа. И требует больших затрат времени и внимательности. Чтобы все получилось аккуратно. Но когда я ее выполнила, теперь могу сказать, что все не так страшно, как может показаться с самого начала. Просто начинайте делать и в результате у вас посмотрите, какая классная плита может получиться. И конечно же я желаю, чтобы у вас тоже она получилась. И на эту плиту можно уже расставить кастрюльки, сковородки, которые мы делали в предыдущих мастер классах. Внутри на противень можно положить пиццу или тортик. Мне кажется, что все это выглядит очень мило, очень здорово. Обязательно напишите, понравилась ли вам моя плита. И будете ли вы делать такую же. И я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого прекрасного настроения. Обязательно смотрите и другие мои мастер классы, в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!